Партизанские тропы Приднепровья. Так называется часть межрегиональной встречи, которая прошла в Могилевском районе. У деревни Возрождения в лесу на берегу реки Друдь появился партизанский лагерь с окопами. Здесь устроили театрализованную реконструкцию боевых действий с участием отряда героя Великой Отечественной войны Османа Касаева. Именно в этих лесах был ранен Осман Касаев, когда была пятая карательная операция фашистов на полк Османа Касаева. Именно через Друдь его переправляли, уже будучи раненым, уходя от немцев. Поэтому вот этот лес – это тоже место дислокации. Мероприятию Могилевский, Белынческий и Кличевский районы подготовили тематические зоны. В санитарной части показали, как на поле боя оказывали помощь раненым. На полевой кухне – солдатская каша и хлеб, который для партизан пекли мирные жители. Третья зона – штабная, где когда-то обсуждались планы и тактика легендарного отряда Касаева. Блокировали железные дороги. Например, железная дорога Могилев-Осиповичи из-за деятельности отряда Касаева была практически полностью парализована. То есть немцы не могли по ним двигать какие-либо составы. Вообще про Касаева складывались даже легенды, что очень такой у него мощный, грозный, непобедимый отряд. Но это еще объясняется тем, что у него характер – северный, кавказский, закаленный. В конце 43-го в отряде Касаева было больше 1200 человек. Он был переформирован в 121-й партизанский полк. До февраля 44-го полк принял участие в 70 боях, уничтожил больше тысячи солдат и офицеров-неприятеля. На реконструкции артисты воссоздали один день из жизни отряда. Все удалось прочувствовать благодаря такой атмосфере, которую мы создали. Костюмы, те песни. В принципе, такое место. Вот знаете, ходишь и видишь себя в советском таком прифронтовом фильме. Вот все вот это вот передает и прям вот веришь, что ты именно тот советский партизан. Это все, вот что сейчас, я бы сказала, возобновляется как в форме немножко игры, но оно оставляет у тех, кто присутствует на таких мероприятиях, незахладимые впечатления. На межрегиональной встрече вспоминали героев и пели песни военного времени. Организаторы мероприятия решили и дальше рассказывать о партизанском движении в годы Великой Отечественной. Подобные встречи станут традицией.